На бескрайних просторах Бессарабии раскинулась овцеводческая ферма «Формушиканова». Фермерские угодья вместе с одноименным поселком были заново отстроены на месте военного полигона. Поэтому на пастбище овечкам есть где разгуляться. Всего поголовья скота здесь более 6 тысяч особей. Это самая крупная овцеводческая ферма во всей Европе. Главный чабан, он же хозяин комплекса «Формушиканова», рассказывает, что основное направление овцеводческого комплекса – разведение каракулевой породы. Во времена СССР этому уделялось особое внимание и даже рассматривалось как золотовалютная отрасль. Каракулеводство считается венцом животноводства. В советское время было 5 институтов каракулеводства. Ни одна порода, ни один вид животных домашних не имел такое количество узкоспециализированных институтов. Охраняют такое ценное и многочисленное поголовье небольшие отряды егерей. Помимо двуногих посягателей, стоимость некоторых овец достигает 1000 евро. Основная напасть – голодные волки, коих много в этих краях. Они шли уже вечером, уже до кошара, смотрят сзади 6 волков. На поле пасутся разные породы овец. Конечно, простому обывателю очень сложно среди этих черных морд и жующих челюстей понять, какая порода чем отличается. Но хозяин фермы знает каждую овечку, так сказать, в лицо. Особую гордость вызывает у него селекционная порода, которая одновременно годится для каракулеводства и дает мощный удой. Над этим мы работали 5-6 лет. А работают над приростом молока хозяева фрумушикской фермы не просто так. В их распоряжении самый большой в мире дойный комплекс, который одновременно может обслужить до 144 овечек. Учитывая, что овец дует всего 60 дней в году, а 1 августа молочная ферма закрывается, желания вывести высокооружайную породу вполне понятны. Сельское хозяйство 21 века. Руками уже ничего не дуется, ничего не делается. Все происходит при помощи компьютера. Весь процесс полностью автоматизирован. В кормушках насыпан корм. Овца проходит, открывает, открывает, толкает решеточку, наклоняется к корму и защелкивается. В планах бессарабского чабана еще много амбициозных проектов. Сейчас он планирует поставить гранитный памятник овцеводу, который войдет в книгу рекордов Украины. Всеволода Наня, Евгений Чменцев, Думская ТВ.